АПЛОДИСМЕНТЫ В ТЕРЕДИНСКИЙ КУРСОМ ГМИНОГО ОТЕЛЕНИЯ И это первая проба, ну они танцуют и поют тут давно, но тут первая проба с новостудетическим, причем не просто, а с материалом Антоши Чаханте, самый ранний его рассказ. Вот, придумал это все и поставил. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Гатун, вот, Хантинопосетинская и Маша Корпасева занимались танцами. В общем, что вам сказать? Я желаю своим детям успехов, вам хорошего вечера, ну а там как в двухдах. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые зрители Победительная просьба Включить на полную громкость Звонки ваших мобильных телефонов И не отключать их до кончания спектакля Все равно вы звонки не услышите Спасибо 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 О, артиста Ну, артист Наливай А что Нашему брату-актеру скидок Грех не выпить Давай Да нагляделся я на ваши театры Хороши и нечего сказать Мерси Не ожидал А еще столица Центр искусства Так же день стыдно Вот в Александринке был Ну и как? Нравится? Нравится Вот нравится Вот постройкам нравится Вот снаружи хорош Ну не стану спорить Ну вот насчет самих вы артистов Хочу меня извините Может они хорошие люди Там гении Какие-нибудь там О, дедероты А? Дедероты С моей точки зрения Вот они для искусства убийцы И больше ничего Если бы в моей власти Я бы их всех из Петербурга выслал Было всех Кто у вас там главный? Кто Техин? Кто? Потехин Потехин Ну какой же Потехин Режиссер Ни силы у него Вот ни голоса Настоящий режиссер Должен иметь Вид Солидность Ну что бы Внушительность Вот чтобы вот эта вот вся вот Труппа Вот это вот чувство Вот этому труппу Надо держать в ежов О как А ты думал как? А ну Потехин Ха-ха-ха-ха Вот актер Вот оцеплиру К которому вы К молодому Вот нельзя Адовать вонь Вот вежели режиссер Начнет ему Выговорить Да по головке Гладить Так ты на режиссера Верху вам сядешь Вот покойный Самый Трикторич Помнишь? Вот куда его помнить? Вот бывал Самый же По небратам Как взрывни Вот а где Касался искус А вот там он гром и молния. Глава штрафует, а сранит тебя вот при всей публике. Как тебя вырухать, что ты вот три дня плюешь. А не ж по-тихи так может, а? Ах, по-тихи. Тоже мне. А, свободен, пожалуйста. Неужели это актер, а? Неужели вот это актер? Вот дешевле грибов. Честное слово. Вот холоден. Сух, ну ни капли чувства. Настоящий актер играет нервами. И вот поджилками. А этот тебя ломит точно по грамматике или по прописи. Вот тут какими ты соусами не подавай щуку, а она у него щука. Ваш актер, господа, не умеет ни крикнуть, ни одеться. Вот так. Ни базу принять не можешь, пожалуйста. Перевелись. Вот перевелись, Минчев, Россия, хороший актер. Перевелись. Вот ни одного не осталось. Вот ни одного. Ну, и я себя зайду. Неважно уже чувствую. Да. Да. Ну, пока. Вот так. Аплодисменты 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 Маша, здрасте Ты костюм погладила? Нет! Мне что теперь не должно выходить? Не могу знать Пшло вон отсюда Аплодисменты О, гряди, наши тяжкие! А, кто здесь?! Аплодисменты Это якси? Он тук восьмерит на рыбарне! Господи, все время здесь лежали. Этого еще не доставало. Папустар, ну голубая, ну убийца, ну растопчите меня, как змия. Только вот, знаете, не шумите. Ничего я вот здесь не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно вы даже прикрываетесь, голубая красота моя, не описывая. Голубая, господица. Костюм-то погладь. Ими надо уже. Слушайте, ну я прошу, ну я умоляю. Ну вы же те, старика, наверное, в могиле стоячего. Я же здесь, не для чего я вам, как раз спасение своему моляю. Ну, глядите, волосы, которые дымом стоят. Из Москвы приехал муж моей Машеньки, вот этот прынгер. Теперь бегает под лес, хотя трусит погибели моей. А я же помимо Машеньки, я же помимо Машеньки, пять тысяч рублей долгу должен. Послушайте, какое мне дело? К мамке, Машенька. Убирайтесь с ней уже, секунду, вот. Иначе я не знаю, как я вам это все. Ну да! Ну я на коленях ползаю. Ну я умоляю. Он же везде меня найдет. Он только шквал пройти не посмеет. Ну я прошу. Я умоляю. О! 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 Два часа назад я его видел, матушка. Сижу я во время первого действия. А этот паршинец прямо из партала на сцену. Я тут же к мамке. Так это вы его время здесь плететь валялись? И все видели? Да. Ну я не видел я ничего. Я тряпся. Он же матушка не какой-то. Там он убьет. Он уже стрелял один раз в меня в нижнем. И даже в газетах писали. Лучше невыносимо. Мне уже пора переодеваться на сцену уходить. Твою мышку immunity. Ты же ей уже секунду,ordon. Твою мышку, medo. Иначе я закричу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я захожу, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я лучше вас сしますую. Мама. Если Destiny. Надежда моя. Я Банкеры спасения! Пятьдесят рублей прибавки. Семьдесят пять! Полвенеки за прибавкой! Лошади? Явку? Да нахожи меня бог! Да чтоб я не нагиб по крышке! Семьдесят пять рублей! И... Пол бенефиса! Да ведь вы всё врёте! Да не вру я! Да суки от царствия небесного дня! Матушка, надежда моя! Что же я на самом деле? Павел лекций столь какой! Ну хорошо, ладно! Залезайте под стол! И скорее! Да ладно! Я вообще однамашку и хочу! А, иду, иду! Господи, ну пусть варит сеич! Так, давайте! Да-да-да-да! О, Господи! Вы же там и смачкайтесь, голубчик, пусть варит сеич! Давай я только под стол не стал! Да нормально! Я иду! Я иду! Да мне иду! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ваше происходить! Мой муж, колешки, асессор Щукин, проболел пять месяцев, а пока он, извините меня, лежал добрый и лечился, ему без всякой причины оставку дали. А когда я пошла за его жалованием, из его жалований вышли 24 рубля 36 копеек. А я спрашиваю, за что? А они мне говорят, он из товарищеской кассы брал, и за него другие товарищи ручались. Да не, что он мог без моего ведома из товарищеской кассы брать. Я женщина, славая, беззащитная, от всех обиду терплю, до доброго слова я не слышу. Я ничего не понимаю. Очевидно, тут какая-то ошибка. Постарайтесь обратиться по месту службы вашего мужа. Я уже в пяти листах была, если даже прошение не взяли. Да дай ему здоровье взять, у вас не смотрите. Он говорит, иди кистунову, кистунов тебе поможет. Вы ничего не понимаете. Господа Шукин уже здесь банк. Банк. Завединие частное. Частное. Коммерческое. Коммерческое. Поэтому вам ничем помочь не можем. Неужели ваш муж не знает, куда он должен обратиться? А он у меня, ваша, будет садиться с Ричардом. Он залазил одно. Я твое делал, пошла вон. Ну а че ж это дело, коль не мое-то? Ну хорошо. Велите выдать мне хоть 15 рублей. Я понимаю, все сразу. А вам не всталкует, господа Шукин? Вы поймите, что у нас здесь банк. И обращаться к нам с такой просьбой так же странно, как подавать прошение разводе на пример в аптеку. И вот стоп! Лично Богом, молись! Лично Богом, молись, к сожалению, к городу вещаться. Алексей Николаевич! Поставайтесь объяснить, господа Шукина. Разве ты у вас с частным банком и местную службу ее мужа? Я не могу, у меня мигрень, вода, все болит. Господа Шукина, что вам угодно? Понимаете, я женщина слабая, без защиты. Вот сегодня пила утром кофе. И что вы думаете, без всякого удовольствия? Сука! 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 Понимаете, пустунов ругать надо. Денег не дают. Все от чего? От пьянства. И еще я вам скажу по секрету, что он падает идиоткой, пробкой. Она же меня замычит, его за ней сделает. А я не могу. У меня сердце бьет. Ну, скажи, давайте швейцару позовем. Нет, не надо с вами такой швейцар. Она сейчас грибу поднимет на нас, черт знает что подумает. Вы понимаете, поэтому госпожа Шукина вам лучше выйти. Вот как раз вы-то меня и понимаете. Велите вы за две пятнадцать рублей. Нет, я так больше не могу. А вот ты иди с ней разбирайся. Да-да-да, пошел, пошел, скажи ей все, что ты и не думаешь. Иди давай с тобой, поссорь сюда. Сди. Значит так, госпожа Шукина. На двери этого зона, что написано? Частный банк. Да-да-да-да-да-да. Да. Так вот вам, голуба моя, нужно найти дверь, где будет вести табличка с названием места работы вашего мужа. Вашего мужа. Мужа вашего. Ну, а если у вас, голубушка, плохое зрение, то тут муж вам ничем помочь не может. Как и в любом другом случае. Иными словами, убедительщи прошу вас освободить. Помещенница для приема. Клиент. До свидания. Но-но-но-но-но! Эй, подожди! Я теперь вижу, что ваш муж, это умный человек, что вас в тюрьме не пускал. Как ты, вредка? Что у вас на плечах не голова, а вот что? Да ты поколобей тебя! Лёша, мы меня ударим! Вот, пошла вон отсюда! Ошла вон отсюда! Это кто-то тебе, Лёшка-то! Это сушок! Что здесь происходит? Вот, вы меня не делали, а они нас смекают. Я, между прочим, майорская дочь. Мой муж коллегский отец. Прекратите обнимать меня! Пошли вон отсюда, Оксаныч! Что вам угодно? 24 рубля 36 копеек. Пошли. Вот. Берите и уходите! Ваше преуходительство! А нельзя ли мы ему уже опять на место поступить? Доброе пальтое! Нет! Я так больше не могу! У меня есть... Одна карабина! Я так больше не могу! А теперь, как я мечтаю! Вы сушен ripple! А теперь, как я зашло, кто со смеки! Кто со смеки? Что? Да-да-да! Мы с немецкие! Уау-ау-ау! Уа! КРИКУМ ПЕС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОХЛЫЙ МОХ ДОХЛЫЙ ПТИТ! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я спою! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я тебе скажу, какие бы у вас безнравственные. Хм, ну это ужас, какие безнравственные. И лады бы из простого, и среднего. А аристократки эти надуды и вон тоньше. Я просто глазам своим не верила. Это просто кошмар, ужас, я умирать буду не забуду. Ну что? Чего так? Ну что, ну даже деть мою спутницу Юлию Петровну. Помнишь, Юлию Петровну? Ну Юлию Петровну. Такой прекрасный муж. Двое детей принадлежат к порядочному кругу, всегда портит и себя заветую невинность. Не можешь ли ты себе представить? Ну это, конечно, амбхану. Даешь ли я от меня того, что никому не скажешь? Ну конечно, амбхану. Ну давай, чего? Смотри же. Я тебе верю. Ох! Ох! Представьте себе, легко катить. Поехала, значит, это Юлия Петровна в город. Была отличнейшая погода среди ей. Там нас с мамбханником. Отчуть позади я. Отъехали мы, это, к 3-3-4, как вдруг. Юлия скрикивает. Хватай тебя за грудь. Проводник ее хватает за талию, иначе бы она просто седла свалилась. Я подпекаю, спрошу, что случилось? А, говори, надали, я не могу и от этого ехать. Я говорю, ну поедешь тогда обратно в город. Нет, говори, надали, я не сделаю еще хоть шаг. Я уберу от боли, у меня спал. Сулеймана. Не укрой, Сулеймана, отменяемого упроводника Сулеймана, поезди обратно в город, и прилетей без должности себя, по которым ей помогают. Подожди. Ну-ка, подожди. Вот ты мне вот сейчас говорила, что не видел никаких татар. А сейчас ты мне про такого Сулеймана рассказываешь. Блин, ну вот хватит придираться к слову. Терпеть не могу подозрительности. Глупо и глупо. Не, ну я-то не придираюсь. Ну каталась ты с татарами, так и говори. Каталась с татарами, под чем вилять-то? Виляет. Вот он как, реврут, реврут. Не, ну ты подумай. А я вот воображаю, как бы ты поедал в город без проводника. Воображаю. Вот если ты, ты не знаешь там уж ничего, не понимаешь, то и молчи, молчи. Нет, я тебе, я тебе говорю, я, я тебе... О! О! Ха-ха-ха-ха-ха! М-м-м-м! Ну, папушка. Раз, по-моему-те, иди. Да, давай. Ну, папа. Ну, папа. Ну, папа. Вернук, там шаговый. Иди сюда. Еще бы. А вот давай только без этих глупых улыбок. Я тебе не еду. Ну, я, конечно, не строю себя святой невинности, но еще в мире такое стейку не забудь. У меня, между прочим, Сульман не выходил из границ. Да, у Юлия купола целыми днями сидит. А у меня, знаешь, что у меня? У меня как только лет одиннадцать. А сейчас же маш! Что? Уходите. Что? Я сказала, пошел. А ты с тобой разговариваешь? Сразу все дышатся, вот именно так. Ну, папочка! Глазки черные-причерные, как уголь. Мальденка глупая. Я его вот так вот зержала, вот. Воображаю, как ты его там зержала. А-а-а! Между прочим, он у меня во время прогулок не выходил из границ. Еще бы! Едем мы, например, в горы или к водопаду учиться. Я ему всегда говорила ехать сзади. Сзади! И всегда уехал сзади, бедняжка! Даже во время в самых патетических местах. Я ему говорила, что ты не должен забывать, что я же на Остатском задеднике, а ты простой датарков. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну, это Юля! Юля! Юля Петровна! Я, конечно, все понимаю, чего не отдохнуть от пустоты светской жизни. Жarted, сделаю не Martin, но относиться к этому серьезно и сделаю Стену. Я… Хочется, но я этого не понимаю. Как-то раз приходит этот Мемитко, ACE, а это ее партия. А его там не оказалась… я пос признала, мы так незаметно за разговором провели. Ты видишь, что они такие приводежные? Как вдруг? Врывается Юлия, она бросается на меня, на мимитку, закатывает нам сцену! Ты! Какой же я этого не понимаю! Так я смотрю тебе там хорошо, злость! Хорошо! Я вообще больше ничего рассказывать не буду! О! Наталья, ну вернись! А ну вернись! Наталья! Наталья! Ну Наташ! Ну Наташ! Добавляйте, пожалуйста! О! Ну! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка